Огурцы обильно заплодоносят, листья никогда не будут желтеть. Смотрите, выкапываем возле стебля небольшую ямочку, ложим туда таблетку, которую купили в обычной аптеке, стоит она недорого, все это дело ровняем. Здравствуйте, дорогие зрители канала Красивый Сатый Огород. В этом видео я вам покажу, как подкормить огурцы, чтобы они давали шикарный урожай, листья никогда не желтели, и наши огурцы будут обильно плодоносить. Всего лишь надо проделать одну простую процедуру, которую я вам сейчас покажу. Берем таблетку, закапываем возле нашего стебля, трамбуем, выкапываем вторую ямочку. Ямка не глубокая, вот буквально я вот так вот ее делаю ложечкой, возле самого стебля выкопали, положили вторую таблеточку и для лучшего эффекта с другой стороны сейчас выкопаем еще одну ямку. Делается очень быстро, у меня это заняло буквально минуту, несмотря на то, что я еще снимал видео. Третью таблетку ложим рядом возле нашего корешка и закапываем. Далее нам надо всего лишь это дело полить водой, чтобы таблетки быстрее растворялись и наше растение получало калий и магний. Называются эти таблетки, я думаю, опытные садоводы-огородники в курсе. Конечно же это аспаркам. Продается в обычной аптеке, содержат калий и магний, который так необходим для наших огурцов. Вот буквально минута, наши огурцы получили нужную порцию калия и магния, обильно будут плодоносить, шикарно будут свести и давать богатый оружай. Ну и конечно же еще одну интересную подкормку для огурцов в этом видео я вам расскажу. Готовится она очень легко, каждый из вас может ее приготовить, не надо никакие компоненты дорогостоящие, все вы возьмете у себя дома. Итак, рассказываю рецепт. А вы знали, если полить огурцы настоем по старинному рецепту, тогда они бурно будут расти, зависть не будет желтеть и не отваливаться. А как приготовить этот настой, я вам сейчас расскажу. Не все же огородники знают, что огурцы можно поливать настоем луковой шелухи. Подробно расскажу рецепт, как использовать это натуральное удобрение, чтобы увеличить урожай огурцов. Луковый настой является натуральным фунгицидом, он оздоровит почву, защитит огурцы от различных вредителей. В первую очередь от тли и клеща, продлит период плодоношения. Рецепт простой. 2-3 горсти шелухи прокопитите в 3 литрах воды. Буквально 5-7 минут. Накройте толстым одеялом и оставьте на ночь или лучше на сутки. Затем отожмите шелуху и разбавьте настой 10 литрами воды. Поливать следует под корень по увлажненной земле. На один корень нужно литр настоя. Всего достаточно сделать 3 таких подкормки с интервалом 2 недели, и огурцы порадуют вас большим урожаем. С вами был канал Красивый Сатый Огород. Подпишись, ведь завтра выходит новое интересное видео. До скорых встреч, хороших урожаев, пока-пока, пока.